Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет видео покупочки и подарочки. Я покажу то, что я купила за последнее время, а также покажу подарочки, которые прислали мне мои любимые подписчицы, и подарочек от мамы, кстати, вот это покрывало, на котором мы снимаем, подарила мне мама, большое спасибо. Ну, скорее я хочу начать с покупок. Первое, что я себе приобрела, это одна такая из долгожданных моих покупочек, это стабилизатор. Я уже давно осмотрела на людей, которые ходят со стабилизаторами, смотрю на видео, когда у них плавно плывет картинка, так все красиво, в общем, это новый уровень видео. Но я его взяла специально не для видео, на самом деле, а специально для моих прямых эфиров, потому что я много провожу времени сейчас в прямых эфирах, естественно, снимаю влоги, и мне хочется, чтобы мои зрители видели плавную картинку, когда я хожу, бегаю или катаюсь на карусели, как, например, совсем недавно было. Я долго выбирала себе стабилизатор. Давайте для тех, кто не знает, я расскажу, что это такое. Это вот такая штучка. Мне, кстати, уже некоторые писали в директ, в инстаграм, что, Селена, напиши, где ты взяла, расскажи о ней. Я говорила, что буду о ней говорить. Значит, вот такой стабилизатор. Сюда ставится телефон, включается, и, в принципе, вы начинаете снимать видео, и ваша картинка, то есть, она стабилизируется. То есть, если вы бежите, вы можете бежать или быстро снимать, быстрые съемки, ваша картинка плывет плавно, очень профессионально выглядит. Вот. И я как раз-таки, когда ехала на StreamFest, мне как раз нужно было все это. Я студировала очень долго, искала. Для меня главные приоритеты в выборе такого стабилизатора – это были компактность и легкость. Ну, естественно, простота в управлении, потому что не хочется с такой большой бандурой, например, какой-то ходить там, да. В общем, я выбирала, смотрела тысячу обзоров на YouTube, в общем, долго-долго выбирала, и в итоге мой выбор пал на Wilta M. Я посмотрела один из обзоров кого-то из блогеров, и даже не один, а несколько обзоров, и, в общем, сделала выбор на него, потому что, действительно, он самый компактный, он действительно легкий, и еще цена тоже играет роль. Ну, на самом деле, это не дешевое удовольствие. Еще я, кстати, к нему купила... Вот так вот он здесь насаживается. Конечно, немного он удлиняется тем самым. О, кстати, можно ходить. Так даже лучше, кстати. А что ж я так не хожу? И да, и это такая подставочка. И можно уже ставить куда угодно. Удобная вещь. Слушай, что-то пришла идея ко мне. Ну, например, покажу, как это работает. Я засовываю сюда телефон. Поставила телефон и включаю. Чуть-чуть вот здесь вот управляю. Так. И включаю. Оп! Стабилизатор включился. Ну, вы можете видеть уже, как плавно двигается картинка. Я вам вставлю видео сюда. Вы посмотрите, что значит съемка. Мягкая, красивая съемка. Ну, и вот смотрите, как я двигаюсь. И камера плавно-плавно едет со мной. Ю-ху! Я приехала, когда я к своей Любашке, она увидела это. Она у меня вообще очень любит ролики разные снимать. Она такая, я хочу себе такую. Я влюбилась, как круто вообще. Вот. Ну, здесь очень много функций. К этому стабилизатору также идет приложение. Там можно регулировать режимы съемки. Здесь есть курок. Нажимаете, например, на него там два раза. И стабилизатор уходит в режим, чтобы, например, там вверх-вниз не крутилась камера. Также здесь есть джойстик вот такой вот. Мы можем вверх-вниз регулировать. Она, кстати, еще по кругу делается. Мне это очень нравится. Какие красивые виды можно делать. Обзоры. Ну, также включить-выключить и зарядка. В общем, удобная вещь. Приобретала я его в Москве. Продавцы в этом магазине, когда узнали, что я блогер, сделали мне скидку на покупку. А также предоставили скидку моим подписчикам. Поэтому ссылку на этот сайт я оставлю под видео. У них, по-моему, можно заказать в любой город. И также будет скидка 500 рублей, если вы введете промокод. Всю подробную информацию и ссылку на сайт я оставлю под видео. Еще, что очень удобно, не во всех стабилизаторах это идет, в комплекте вот такая сумочка. Я хожу только с ней, потому что стабилизатор должен быть надежно защищен. Она очень компактная, легенькая. Через плечо одеваю или я на карабин прицепляю к своему рюкзаку и хожу. Это не во всех идет. Это очень удобно. И еще в комплекте идет USB-заряд. Также совсем недавно я себе приобрела вот такой вот рюкзачок. Это фирма Jane Shilton. Это английский старинный бренд с 1933 года. В инстаграме есть у них аккаунт. В общем, был выбор между тремя цветами. Я выбрала вот такой. Но я в ближайшее время собираюсь в Германию и планирую себе там приобрести еще рюкзачок. И если я приобрету себе, то этот совершенно новый рюкзачок я разыграю в одном из видео. Классный рюкзак на самом деле. Здесь раз, два, три отделения. Выглядит он, как будто он, знаете, из бархата. Видите, даже оттенок такой и цвета. Но на самом деле он из эко-кожи. Достаточно хорошего качества. В принципе, эта фирма отличается тем, что они уделяют внимание деталям особенное. Ну и Англия плохого не сделает, я думаю. В общем, красивый, симпатичный рюкзачок. Теперь перейдем к подаркам. Как всегда, Санкт-Петербург и Кристиночка. Она прислала, на самом деле, уже давно прислала мне подарочек. Я все попробовала. Такие вкусняшечки для женского счастья. Очень-очень вкусные. Рафаэлки, видишь, открытые. Все, мы кушаем с мамой. Но на самом деле я подарила она мне еще безумно красивые сережки. Мне и Кристине прислала. Кристина уже показывала в Инстаграме. Вот эти красивые сережки, которые подарила Кристина. Я обожаю, когда бисером обшито что-то. Очень красивые цвета. И как-нибудь я обязательно их одену на видео. Посмотрите. Мы тебя помним, дорогая Кристиночка, из Питера. Тебя уже все знают, мои зрители. Это постоянный мой зритель, который одаривает меня вечно подарками. Спасибо большое. Это очень вкусно и это очень приятно. Кристина тоже передает тебе большой-большой привет. И большое спасибо за подарки. Так, подарок мне прислали из Питера. Давайте его откроем скорее. Мне уже не терпится. Так, письмо. Ага, письмо. Смотрите, с такими большими буквами. Как будто знают, что у меня плохое зрение. Хороший шрифт, кстати. Не нужно никакой рекламы и ссылок. Хочу просто порадовать тебя и поднять настроение. Виктория Семенова. Санкт-Петербург. Ю-ху! Давайте посмотрим, что она мне приготовила. Смотрите, как красиво все упаковала. Розовенькая, главное, розовенькая. Так, первое, что я вижу, это вот что-то такое интересненькое вот здесь. Мы это откроем попозже. И здесь у нас идет три вот таких яблока. Это, наверное, бомбочки для ванны. Три бомбочки для ванны. Давайте понесем. Аромат. Блин, такие классные. Бомбочки. И написано яблочко. Давайте посмотрим, что же в этом пакете. Что-то из интересного такого материала. Офигеть! Ничего себе! Это наволочки! Это наволочки! Мне на фон! Смотрите! Селена Свэй, блогер. И моя фотка. Ничего себе! Их тут три! О май гад, бэлл! Ага, просто! Блин, как это трогательно! Это, кстати, была одна из классных фотосессий моих. Везде с логотипа. Блин! Вот это да! Вот это да! Гламурис просто! Офигеть! Так оно еще из материала такого еще. Это вечная вещь. Я чувствую, не испортится. И здесь на змеечке. Класс! Знала прям. Знала, да? На фон хочешь, чтоб ставила? Виктория, ну ты просто вообще! Это бомбический подарок! Неожиданный! Вообще! Просто! И очень крутой! Очень! У меня, правда, подушечки чуть-чуть поменьше, но для таких я готова приобрести новые подушки. Обязательно приобрету! И в одном из видео, а даже и не в одном, ты обязательно увидишь эти наволочки. Очень круто! Спасибо большое! Это невероятно! Я даже вот так оставлю сейчас. О, блогер Селена Свой! Спасибо, Вика! Но я знаю, что от тебя еще одна посылка пришла, потому что ты не дождалась, пока я сниму это видео, и уже прислала мне вторую посылку. Давайте скорее посмотрим, что же здесь. Так, открываем! Ух ты! Что-то интересное, смотрите, какие-то ушки. Так, Виктория, что-то 35-36 размер. Ух ты! Тут еще что-то другого цвета. 37-38 размер. А что это, непонятно. Считаем. Просто улыбнись, Еленочка. Рекламы не надо. Тапочки, зайки, ручной работы. Жила я. Жила я? Жила я. Люблю, целую, Виктория. Санкт-Петербург. Давайте скорее же посмотрим, что же тапочки. Ручной работы. Ай, какие милые зайки. Смотрите, как это мило. С бомбончиком сзади. Блин, какие классные. Офигеть. Это вот такие маленькие, кстати. Да, такое 35 размер. 35-36 размер. Класс. Класс. А, это розовые зайки. Это для меня. Это мой размер. Та-ра-ра-ра. Смотрите, какие красивые. О-о-о. Подошва такая, кстати, у них. Помыть можно, если что. Класс. Бантики, ушки. Слушай, как мило вообще. Класс. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Очень классно. Спасибо. Блин, Санкт-Петербург на самом деле, мне прям вообще, честно говоря, меня радует и удивляет. Меня очень удивил Санкт-Петербург вообще своим радушным приемом. Я до сих пор вспоминаю его с такой теплотой. И они не дают о себе забыть. Все время мне присылают подарочки. Кристину, Виктория. Вы прям одариваете меня. Правда, мне очень приятно. Я обязательно к вам в Санкт-Петербург еще приеду. И еще раз бы хотела с вами увидеться со всеми. Вы такие классные, такие теплые, такие открытые девушки в Питере. Вообще красивые. Я вам передаю всем огромный-огромный привет. Спасибо вам за подарочек. Складываем наши подарочки. Будем потом их разбирать, носить. Еще я купила малому комодик. Долго искала, какой комод ему купить. Но все же купила. Хотела вот такой взять широкий, какой-то литой. Чтобы он был легенький. Чтобы было легко его передвигать. И вот этот комод мне очень понравился. Я купила его за 3,300 у нас на специализированном рынке. Но я думаю, что такие комодики можно заказать и в интернете. Разные расцветки есть. И он достаточно крепкий. Как раз для малыша. Ну а теперь приступим к покупочкам с Фаберлик. Первое, что я хочу скорее посмотреть, это лиф. На самом деле я в Фаберлик лифы покупаю уже в четвертый раз, наверное. И они мне все очень нравятся. Они все время оправдывают мои ожидания даже с лихвой. Сейчас я взяла черный, потому что я так что-то посмотрела. У меня как-то черных нет. Я взяла вот такой. Он у меня что здесь? С легким-легким пушапом. Здесь у нас идет сеточка сзади. А, сзади. Мне сзади понравились вот такие вот бретельки. Сейчас померю и скажу. В этот раз в Фаберлике я заказала не только себе все, но и маме своей. Например, гель для интимной гигиены. Потом ампульный концентрат глубокого восстановления. Технология глобальной реконструкции. Это мама добавляет, по-моему, в краску себе. Говорит, что ей понравилось. Такое масло, которое в краску добавляешь. Еще я ей купила крема. У нее прям целый набор вот именно вот этой серии. Крема «Вечер, день». Пенка для умывания. Ей вот очень понравилось вот это. Потом тоник для лица. Вот такая вот еще крем-маска тоже этой серии. Подтягивающий крем для век тоже этой серии. И еще, так как она у меня стала теперь делать депиляцию, усика в себе, она взяла себе очищающее масло после депиляции с алоэ вера. Вот такой вот спрей. Пахнет. Ну, приятный запах. Я себе заказала на лето масло-спрей для загара с защитой 6, потому что все мои масла уже у них истек срок годности. И я их выкинула. Вот такой он в спрей. Очень удобно, яркий, красивый с собой носить. Еще я заказала себе тушь розового цвета. Но у меня сейчас реснички сделанные. И они с фиолетовым отливом. Но под вот эту губну, мне кажется, было бы очень круто. Вот такие вот классные розовые реснички. Вообще ресницы можно красить, только аккуратно. Силиконовая кисточка, насыщенный розовый цвет. Мне кажется, летом это очень актуально. Там были еще 2-3 цвета. Зеленый, по-моему, был цвет. И фиолетовый, сиреневый, синевый, как у меня прям реснички. Но я розовый решила заказать. И еще я заказала очень много помад. Объясню почему. В Фаберлик мне очень нравятся помады. Причем я беру не матовые помады, а беру обычные увлажняющие помады. Потому что, когда я снимаю вам видео, а бывает в день я снимаю не одно видео, то мне хорошо бы, знаете, накрасила под один образ, потом стерла и накрасила сверху другой цвет помады. А когда я крашу матовыми помадами, особенно стойкими, то мне приходится очень долго стирать. У меня потом красные губы, вокруг них все красное. В общем, я решила заказать разные цвета, оттенки увлажняющих помад. Сейчас, кстати, у меня губная. Сейчас скажу, какая. Она идет вот в таких коробочках. Я заказала две такие помады. Вот этот цвет. 401-70. Вот такая вот помада красивая. Вторая такая помада. Вот такой вот цвет. Ну, тоже, да, достаточно интересный, натуральный. Тоже бы сюда подошел. Я могу делать сводчики. Вот такой цвет. Этот цвет 402-91. И вот этой сводчику могу сделать. Яркой. Дальше решила попробовать вот такую вот еще помаду. Интересную. У нее цвет тоже похожий. Она немножечко вот так выдвигается. Сейчас рядом, кстати, нанесу. Цвет похожий, но у той цвет более яркий. А здесь, видите, более такой, что ли, даже не понимаю. Чуть потемнее, что ли. Но тоже красивая. И что хорошо, что губы реально не сушат от этих помад. Еще вот такие две помады заказала. Одна прям вообще такая натуральная, красивая. Смотрите. Вот. Она вообще прям натуральненькая. Прям ей можно красить под любой образ. Это цвет 40-099. А вторая такая вот оранжевенькая. Ну, тоже интересная. Прям рыженькая такая, видите? Видите? Вот. Пахнут вообще так вкусно. Это 401-08 номер. И я, в принципе, помадами довольна. Реально оттенки, как видите, все разные. Под любой образ могу себя теперь красить. И помадами Faberlic я вообще довольна. Мне очень нравится. Ну, вот, в принципе, и все. Все мои покупочки за последнее время. Надеюсь, вам понравилось. И было мое видео полезным. Еще раз спасибо, мои хорошие. Санкт-Петербург привет за подарочки. Я вас люблю. Мне очень приятно. Ну, а всем остальным пока-пока. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok